Музыка Является ли неизлечимая болезнь богооставленностью? Обычно приводят такие слова. Если внешний человек тлеет, то внутренняя со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. В общем, на любой вопрос о болезни можно сказать так, что болеющий человек, если болезнь свою принимает с верой, то он получит тем большую награду в день всеобщего воскресения из мертвых. Но здесь вопрос, говорится, стоит не просто о болезни, он стоит о богооставленности. Богооставленность бывает разной. Об этом, если хотите, написано отдельное слово у преподобного Исаака Сирина. Я сейчас не могу вспомнить, не смогу вспомнить какое, но вот оно так и называется, о разных способах, о разных видах богооставленности. Вот есть богооставленность Иова. Бог оставил, да, тело болеет, страдает, все рушится, но это внешняя богооставленность. Дух Иова с Богом. Иов чувствует Бога, Иов храним Бога, Иов видит Бога. Его тело предано болезни, его душа нет. И эта богооставленность, действительно, скажем, богооставленность, Бог отдает тело Иова на страдание, но Иова не отдает. А есть богооставленность Саула, царя, первого царя Израиля, в котором Бог, оставляя Саула, оставляет его целиком. Его тело здоровое, но душа предана злу. Его мучает злой дух, его мучает ненависть, ропот, гнев, раздражение. Убийство он убивает всех священников, которых нашел в Номве, в городе священников. И потом всю свою оставшуюся жизнь он живет убийством и желанием уничтожить своего врага, царя Давида. Ну, просто Давида тогда. То есть, богооставленность может быть такая, что, ну, действительно, Иов был предан Богом врагу. Но Бог не оставил Иову. И сама эта болезнь стала источником славы для Иова, но и источником исцеления от того, что нужно было исцелить внутри Иова. А богооставленность Саула, хотя и сохранила его тело, и он не слышно, что болел, но душа была отравлена. Поэтому неизлечимая болезнь может быть следствием богооставленности, как у Иова, может быть именно таким средством для очищения, для примирения, для излечения внутренних проблем и для будущей славы. Как это написано, вот, только что цитировано, в отрывке из послания апостола Павла Коринфянам, второго послания Коринфянам. Может быть в этом смысл. Но болезнь не может быть богооставленностью, знаком богооставленности во втором смысле, как у Саула. Ни в коем случае. На эту тему есть замечательный сюжет, почти мифический, почти потеряковый. Но, тем не менее, очень ясно выражающий суть, когда Малюта Скуратов немножко приболел, вот, и боялся за свою жизнь, что с ним может что-то случиться, умрет еще от болезни. Его бабушка сказала, не переживай, Малюта, не переживай, ничего с тобой не случится. За те грехи, которые ты сделал, болезни не существуют. Вот, и это очень тонкое наблюдение, очень точная мысль, которая показывает, что на самом деле болезнь неисцелимая не бывает знаком богооставленности в смысле Саула. То есть, Бог не предает человека страданию тела, если он не оставляет его, то есть, если он оставляет его душу. То есть, не может страдать тело, если Бог оставил человека совершенно. Будет страдать душа, наполнившаяся демонами, бесами, злом, коварством и жестокостью. Тело не будет страдать. Тело страдает только тогда, только в том случае богооставленности, когда Бог предает тело человека мучению, но душу его бережет и хранит. И в этом смысле страдание тела может быть как назидание, как урок, как именно наказание в руках Господа, но душу человека он бережет. И наиболее яркие способы, то есть, яркие иллюстрации к этому, ну скажем, житье Пимена многоболезненного, который страдал физически очень тяжело, но душа его цвела всеми благодатными дарами, и никто не мог умолить Бога, лишить его этой болезни, потому что сам Пимен молился об этой болезни, чтобы она была слишком много, она для него сделала. Или, может быть, более известный эпизод, то есть, более известная иллюстрация с Матроной Московской, которая болела всю свою жизнь, болела много, по-разному, в конце концов, тоже была же неизлечимая болезнь в начале и в конце, но кто же сомневается в том, что это был святой человек. Нет, главное, абсолютно, вот, или, скажем, известный врач Лука, который, Симферопольский, воин Исенецкий, который тоже, в конце концов, заболел и болел какое-то время, неисцелимой болезнью, значит, не значит, что его оставил Бог. Святость его от этого становилась только больше и ярче. Если Бог оставляет плохого человека, как Сау, то страдает душа, а тело как раз бодрое. Если какие-то обстоятельства приходят к тому, что болезнь неизлечимая все-таки свершилась, то это точно не оставленность в этом смысле, потому что душу в этом случае Бог как раз берет в свои руки, помогая перенести эту самую болезнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok